Добрый день! Меня зовут Юрлова Наталья, юрист общественной организации «Донбасс СОС». Сегодня мы будем говорить о государственной помощи при рождении ребенка. Данный вопрос регулируется законом Украины о государственной помощи семьям с детьми, а также постановлением Кабинета министров от 27 декабря 2001 года, номер 1751, которым утвержден порядок назначения и выплат государственной помощи при рождении ребенка. То и куда должен обращаться для оформления помощи при рождении ребенка. Один из родителей, с которым проживает ребенок, либо опекун, если над ребенком установлена опека, должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего проживания. Какие документы необходимы? Предоставляется заявление и следующие документы. Это паспорт и код заявителя, свидетельство о рождении ребенка, а также его копия. Далее указываются реквизиты банковского счета, на который лицо желает получать данную помощь. И если лицо является внутренне перемещенным лицом, это справка внутренне перемещенного лица. Тут необходимо обратить внимание, что на данный момент существует возможность подачи заявления и документов в электронном виде. Это возможно осуществить через сайт Министерства социальной политики Украины, а также единый государственный портал административных услуг. Какая же сумма помощи при рождении ребенка? На данный момент эта сумма установлена в размере 41 280 гривен, независимо от того, каким по счету рождается ребенок. Вначале выплачивается одноразовая сумма, это в размере 10 320 гривен. Остаток суммы разбивается на 36 месяцев в равных частях. Это по 860 гривен ежемесячно. Но данное положение не касается детей, которые были рождены до 30 июня 2014 года. Сумма для таких детей предусмотрена. На первого ребенка это 30 090 60 гривен, на второго ребенка 61 920 гривен, на третьего и последующих детей 123 840 гривен. Важный момент, на который стоит обратить внимание, что обратиться за оформлением помощи при рождении ребенка необходимо в течение 12 месяцев. То есть у вас есть год с момента рождения ребенка, чтобы обратиться за данной помощью. Важный момент следующий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые постоянно проживают на неподконтрольной территории. Есть ситуации, когда лицо уже обращалось за назначением помощи при рождении ребенка, но в связи с проведением антитеррористической операции и проживанием лица на неконтролируемой территории сумма не была выплачена. В такой ситуации человек имеет право обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего фактического нахождения, что подтверждается справкой внутренне перемещенного лица, и написать заявление о выплате задолженности данной суммы, а также возобновление выплаты помощи при рождении ребенка. На что, скорее всего, как показывает практика, лицо получает отказ от органа социальной защиты населения. В таком случае мы рекомендуем брать ответ органа социальной защиты населения и подавать иск в суд. Как показывает судебная практика, суд выносит решение в пользу ИСА. То есть обязывает орган социальной защиты населения выплатить сумму задолженности по помощи при рождении ребенка, а также возобновить данные выплаты. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нам на горячую линию Донбасс-СОС 0800-309-110, либо на наш сайт Донбасс-СОС. Спасибо за внимание. Продолжение следует...